И говорю, давайте всех намажем, Божидару. Давайте всех. Я же не знала, что у него такой бабочный эффект. То есть, я знаю, что у меня... Я всех намазала. Ровно через пять минут Божидаров ба-бах и упал. Через пять минут буквально я намазала. А, давление понизилось? Понизилось давление, упал. Обалдеть. Я успела на тот свет попасть. Понимаешь, он покрылся холодным потом. И испугался от этих экспериментов. А я вкусненько ему кофе. Лаборатория. Таким образом, я узнала, что она понижает добочный эффект. Побочный эффект, да, такой получился. И, короче говоря, мазь такая интересная. Она еще омолаживает. Она отпускает все биохимические процессы в коже. То есть, она... Извините, мне нужно такая мазь уже сразу. Да, готовы приобретать. Посмотри на мое лицо. У меня же уже седьмой десяток. Я же 55-го года рождения. По-настоящему, понимаешь, 55-го. По паспорту 58-го. Смотри, в школу я пошла позже всех на три года. Я была ответственна. Я училась хорошо. Школу закончила как бы золотой медалью. Потому что я уже была готова к школе. Понимаешь, в семь лет ребенок не готов к школе. Усичивает. Ребенок должен двигаться, а не учиться. То есть, он учиться в движении должен. Другим каким-то вещам, каким-то практикам двигательным. А ребенка сажают. И в шесть лет. И смотри сколько он сидит. В школе сидит. Домой приходит домашний дом. Сидит. А ребенка двигаться надо. Движение – это жизнь. Понимаешь, он движется и развивается. А его сажают, и он сидит. Полсуток там сидит. Понимаешь, это же нельзя. Доклеит, соответственно. И доклеит, да. Это преступление. Ребенок учится лучше всего в игре. Играя, он учится. И быстро запоминает. Как только он утрачивает игровые моменты, он перестает воспринимать знания. Все должно в радости. Это безусловно так, да. Но наша система образования построена по другому. Бабушка, сделав меня моложе на три года, она меня от этого защитила. И поэтому мне очень легко давалось учебу. Мне все легко давалось. И я поняла, что ребенок все-таки нужен позже обучаться. Не в 6-7 лет. Не в 6-7 лет, да. Ну, а то его засадят там. А давайте… Ну, а в 8 нормально? В 8-9. Ну, смотри, я на три года моложе, да. Начните, я в 10 начала обучаться. Я была мелкая, худенькая. То есть, ваш пример – это показатель, от которого надо отталкиваться? Ну, я думаю, что где-то плюс-минус 2-3 года – это обязательно. Ну, а до этого игровое обучение, может быть, да? Всегда, да. До 10 лет игровое обучение. Вот моя бабушка, она получила домашнее образование. Кстати, так и было раньше. У меня еще бабушка, у меня есть с богатой семьей, и она получала домашнее образование, она не ходила в школу. Ходили к ней, педагоги ходили, не обучали. А когда она уже обучилась, как скажем, основным знанием, родители ее послали учиться в Саргону, во Францию. И она там училась на нейрохирурга во Франции. А после того, как она выучилась на нейрохирурга, она решила поехать по всем странам, где живут долгожители. Бабушка у меня родилась в Кракове. Вот. И она имела такую возможность поехать. Она и в Армении была, и в Сербии была, и в последнем ее как бы пристанищем – это был Тибет. Она поехала к тибетским монахам. У меня бабушка 854 года рождения, и когда она была молодая, китайцы еще Тибет не захватили. И там был город Лхаса, куда не пускали никаких людей, только монахов. Если приходил другой человек туда, его просто игнорировали, и ему там делать ничего. Их никто не разговаривал. На него не пришел внимания, а он сам уходил, потому что ему там неинтересно становится, если никто с ним не общается. И вот моя бабушка пришла и идет, тибетские монахи не видишь. Они сразу говорят, вы белый монах, живущий в миру, и взяли ее на обучение на три года. Она в курсовой диагностике там обучилась, и как правильно пользоваться травами. Подождите, а как она почувствует, что она такая? Они видишь, а уродили, да, он видит, что белый монах сразу. Но они сказали, что она белый монах, и взяли ее на обучение. У нее учителя было 140 лет, который ее обучал. Почему она ее обучала? Он ее обучал, как правильно пользоваться природными ресурсами. Во-первых, они объяснили, что человек и растение находятся в прямом симбиозе. То есть с животными мы находимся только в эмоциональном симбиозе, а с растением мы находимся в тесном симбиозе. Поэтому растительная печь для нас самая близкая. Потому что мы едим растение, а потом когда человек умирает, развоплощается, его едят растения. Животные это редко, когда едят человека. Обычно черви, которые живут в земле и не едят человека. Едят собственные. И весь наш внутренний зоопарк, который создан создателем, для быстрой утилизации трупа. Чтобы он не вонял, чтобы он добрый. То есть мы этот весь зоопарк всю жизнь с собой носим, только для того, чтобы он нас утилизировал в конце. Потому что когда я работала на скорой помощи, после института у нас была практика, мы работали на скорой помощи. Мы приезжали, например, в медицине, зима, никаких мух. Мне тоже черви говорят, что это мухи, это черви, ничего подобного. Зима, у бабушки заклыли на все окна бумагой, чтобы не дуло. Она лежит, и черви вылезли из нее. Огромное количество червей, и ее доедают уже наружу. Понимаете? То есть черви, которые в нас живут. И еще есть интересный момент. Когда человек близок к смерти, черви начинают из нее вылезать. Вот у меня там маленькая девушка была 7 лет, и она была так, ну, при смерти почти. Ее мама говорит, я утром одеял открываю, но просто не черви крутятся. Фу, так противно. То есть противно, не противно. Мы сейчас пойдем по скале, которые внутри живут. Да, реально. Понимаешь, там все, видишь, они там. Вот этот аппарат, он показывает, все черви, которые существуют. Все черви существуют. Они потом вылезли. Из-за ребенок есть разница, например, да? Нет, а есть смысл нам от этих червей сбавляться в зрелом возрасте? Есть смысл избавляться когда? Потому что они вот в яблочке ты видел одного червячка, да? Ну да. И он там ходы грезет. Точно так же они грезут в наших органах. Вот люди думают, вот смотри, у меня был сырец в детстве, никто вылечить не мог, это диагноз неясная этиология. Мне сначала ставили атопический дерматит, потом нейрозернит ставили. Еще я такой, каждый доктор ставил мне свой диагноз. А на самом деле у меня был псориаз. А почему он был? Моя мама на восьмом месяце беременности поехала в Мурманск и ела огромное количество малосоленой семки. Не нахватался кучу рыбных паразитов. А это рыбные псориазы. А это рыбные псориазы. Абсолют это именно рыбные. Потому что вот эти рыбные паразиты, они яйца откладывают. Яйца под чешую откладывают. Рыбные паразиты. У человека этой чешуи нет. И эти черви из эпидермиса, из клеток эпидермиса делают чешуйки. Взрывлят, рассыплятся. А вот какая логика. И они куда откладывают яйца. Когда они делают чешуйки, что куда откладывают яйца. Неожиданно вот это рыбные паразиты. Ну это рыбные паразиты. А обычно говорят, что он там это психическое заболевание, это от нервного зависит. Я же все это вот на себе испугала. У меня еще витилиго было, белые пятна, нарушение пигментации. Я такой родилась тоже. Как у Майкл Джексону болит. И когда я училась, я из анатомички не влезала. Все лечится. У меня руки были в сердце. Нигде нет ни одного пятнышка. Ничего. И я тебе хочу сказать, что когда я училась, я в анатомичку и там подружилась с патологоанатомом. Девушка там была патологоанатомом. Молодая. Я с ним подружилась. Говорю, если к тебе труп плетет, покрытый, все вязан. Ты меня зови там, ты будешь делать крыть, а я там приду со стеклышками и возьму. Проба со всех органов. И буду изучать, что у них общего. Так вот, в общем, у них у всех одно – поражение на почников. Витилиго – это грибами, белые пятна на теле. А псориаз – это вот пятна вот эти вот шелушающиеся на теле. Почему? Потому что это орган вырабатывает адреналин. Вот человек испугался – высыпало. понервничал – высыпало. То есть, все, что связано с выбросом адреналина, стимулирует эти заболевания. Ну, на почнике они гормоны вырабатывают, да. Адреналин. И адреналин. Именно адреналин, да. А вот аллопеция. Аллопеция. Это что же, наверное, связано? Ну, только не адреналин, скорее всего, а наоборот, пассивные какие-то гормоны. На почнике есть разные как бы отделы. Например, любой орган состоит из определенных частей. И вот, если там, допустим, корон от почника поражает, то обычно голова в этих пятнах и волосы седые в этом месте растут, да. Но это тоже, опять же, нарушение пигментации. Вот. Вот. Железа, которая вырабатывает меланин, вот этот, который окрашивает наши волосы, там, тело и все, она находится в печени, это сама железа. А стимулируется она адреналином тоже. Тоже, понимаете? Тоже адреналином, да. Адреналином, да. Адреналином, да. Сердце, вот когда человек, сердце плохо, ему же коле, сразу адреналин прямо в сердце, чтобы запустить его в мотор. Вот, понимаешь, адреналин, вот, и все, и почему здесь адреналлокаторы, да? В общем, человек нервничает, но детям почему дают глицин? Потому что он адреналлокатор. Он адреналин блокирует. 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 Адреналлокатор, да. Каждый день мама хочет глицином на ночь, да. Чтобы успокоить. Ну, спокойно становится, да, человек. Потому что адреналин не выделяется.